Сегодня мы проведем самодиагностику причин головокружения с комментарием врача-невролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Маршевая проба. Тест Фукуда. Тест Унтербергера. Назначение. Тест Фукуды проводится для диагностики причин головокружения. Друзья, я пошагово расскажу, в чем смысл этого теста. Если человек пожилой, то пригласите родственника, чтобы он проконтролировал ваше состояние и оценил результат. Просьба. Если вы не уверены в своем вестибулярном аппарате, то в одиночку этот тест не рекомендую во избежание потери координации. Поехали. Первый шаг. Пациент закрывает глаза, вытягивает руки вперед и начинает шагать на месте, высоко поднимая колени. Достаточно сделать 50 шагов. Второй шаг. Тест оценивается по углу отклонения пациента от первоначального положения, который в норме не должен превышать от 30 до 45 градусов. Третий шаг. При одностороннем периферическом поражении вестибулярной системы пациент поворачивается в сторону пораженного лабиринта. В норме это движение на одном месте. В случае поражения пациент смещается по окружности в ту или иную сторону. Это и указывает сторону пораженного вестибулярного аппарата с той или иной стороны. Четвертый шаг. При центральном поражении вестибулярной системы будут отмечаться выраженная атаксия, означающая неврологическое расстройство, которое проявляется нарушением координации движений, раскачиванием тела при маршировке, отклонения в разные стороны, иногда падение или поворот в сторону патологического процесса при поражении мозжечка, что и указывает на центральный характер головокружений, центральную систему поражений или психогенное состояние. В идеале перед началом теста положите перед собой плоский предмет или начертите окружность, чтобы понимать градус отклонения тела от оси. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!